Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Георгий Викторович, как вы оцениваете потенциал Татарстана в развитии отношений с исламским миром? Я бы сказал, что экономический инвестиционный потенциал Республики Татарстан не просто высокий, он уникальный, и самое главное, что здесь все планы, которые вырабатываются, они успешно реализуются. И возможности Татарстана, они не замыкаются только исламским миром, но естественно, что это дополнительная предпосылка развивать экономические связи, инвестиционное сотрудничество, поощрять не сырьевой экспорт, поскольку все-таки Татарстан – это субъект Российской Федерации с высоким уровнем развития обрабатывающей и перерабатывающей промышленности. Такие возможности здесь есть. То, что половина населения Татарстана исповедует ислам, будем говорить так, это дополнительное преимущество для Республики Татарстан, деловых кругов, работающих здесь представителей бизнеса, работать со своими естественными партнерами. Поэтому ежегодное проведение этого экономического саммита, который получил название «Казан», саммит «Россия – исламский мир», это очень хорошая площадка для укрепления и развития такого рода связей. Я думаю, что вы обратили внимание на очень широкую представленность самых различных представителей исламских государств, которые приехали сюда. Это и видные политики, и представители бизнеса, ну и, конечно, богословы. Здесь это тоже очень важный фактор. И это возможности укрепления контактов не только в формате «бизнес-то-бизнес», то есть деловые круги Татарстана, деловые круги исламских государств, но и в формате «деловой мир» представителей правительств. Это тоже очень важно. Поэтому я думаю, что и ежегодный «Казан-саммит», который проходит в эти дни в столице Республики Татарстан, он даст дополнительный импульс для развития и укрепления такого сотрудничества. Еще позавчера-вчера вы были в Чечне, в Грозном. Как оцениваете, как писал группа стратегического видения «Россия-Исламский мир»? Потенциал? Да, группа стратегического видения «Россия-Исламский мир». Вы знаете, это очень полезная группа. Она позволяет в неформальной обстановке обсуждать наиболее важные вопросы, представляющие взаимный интерес. И не случайно только что завершившееся заседание группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» в центре обсуждения, вот центральная тема, это была совместная борьба с терроризмом. Те мысли, которые звучали там, их можно выразить, вот если так суммировать то, о чем говорилось, то прежде всего это укрепление единства, ведь Ислам весьма разнообразен. И в Исламе есть разные течения, разные направления, и, к сожалению, пока еще нет вот такой консолидации единства. Это первое. Второе, что ни в коем случае нельзя смешивать экстремизм и настоящий Ислам. Настоящему Исламу чужд терроризм. Об этом тоже говорили многие представители. Но, естественно, там обсуждались и другие вопросы. Это и развитие гуманитарного сотрудничества России с исламскими странами. Это и вопросы экономических отношений, поскольку, конечно, экономика – это то, что укрепляет связи во всех отношениях. Ну и, конечно, политическое сотрудничество. Конечно, есть много болевых точек сегодня в исламском мире, но, действительно, в чем сила исламского мира, я бы сказал, единство – многообразие. А насколько важна экономическая составляющая в связи с исламским миром? Ну, она вообще важна в отношениях межгосударственных, в отношениях между народами. Ничто так не сближает, как торговлю. Поэтому пока приходится констатировать, что объем внешнеэкономических связей с Россией и с исламскими странами не столь велик. Ведущим торговым партнером в этом регионе является Турция. И есть основания полагать, что в этом году наше сотрудничество и объем внешней торговли будет расти. Надеемся, что возобновится туристический поток. Это тоже очень важно. И самое главное – будут реализованы крупные инвестиционные проекты, такие как строительство атомной станции в Турции, строительство южного потока, турецкого потока. Извините, как он теперь получил название более правильно. И это, конечно, существенный фактор. И будем говорить так, это будет успешная история, которая для бизнеса и для инвестиций очень важны. Не могу не отметить расширение экономических связей с Ираном. Мы не просто страны-соседи. Нас объединяет Каспийское море. И здесь много перспективных направлений, начиная от транспорта и логистики, создания транспортного коридора. Ну и, естественно, что иранская экономика обладает большим потенциалом. И поэтому многие и высокотехнологичные продукты, производимые в России, могут найти там спрос помимо традиционных товаров. Кроме того, видимо, будет реализован большой пакет, связанный с сотрудничеством в добыче нефти и других природных ресурсов. Но будем говорить откровенно, что пока вот, например, с арабскими странами у нас товарооборот суммарно где-то порядка 20 миллиардов долларов всего лишь. И это направление надо развивать. Крупнейший там партнер – это Египет. Это основной покупатель в этом регионе многих видов сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна. Очень интересные проекты прорабатываются с далекой Индонезии. Не будем забывать, что самая многочисленная исламская страна – это Индонезия. Ну, о каждой стране, Малайзия, где, так сказать, представлен IT-сектор, очень интересный для России, о каждой стране можно что-то отметить, но это, конечно, займет очень много времени. А саммит проводится уже не первый год. Какую-то динамику вы уже ощущаете, что там что-то меняется? Конечно. Вы знаете, я вспоминаю 2006 год, когда проходило первое заседание в Москве группы стратегического видения России «Исламский мир». За эти годы эта группа стала, конечно, я бы сказал, таким очень устоявшимся институтом. Действительно удается собирать не просто экспертов, а представителей и России, и исламского мира, которые оказывают влияние на те процессы, которые происходят в каждой стране. Вы сегодня присутствовали на деловом завтраке, посвященном исламскому банкунику. Как вот в этой сфере, как идет развитие в нашей стране? И какие вообще, может быть, тенденции здесь есть? Тенденции следующие. Уже сегодня так называемое партнерское финансирование может применяться и в Российской Федерации. Конечно, есть и разные взгляды и подходы, в какой степени потребуется вносить изменения в российское законодательство. Нужно понимать, что банки – это всегда консервативный институт, и здесь какая-либо поспешность, она не нужна. Это должен быть постепенный процесс. Но что представляется очень важным, не будем забывать, что крупнейший российский банк Сбербанк представлен в таких государствах, как Турция, как Казахстан, где партнерское финансирование достаточно развито. У этого банка есть хороший опыт, и вполне этот опыт можно постепенно внедрять и в Российской Федерации. Я думаю, что у этого института есть будущее и в России. Какое место занимает здесь Татарстан? Если вам уже, может быть, есть какие-то возможности, условия? Ну, та информация, которую мы получили во время делового завтрака, свидетельствует о том, что намечается одна сделка именно в Татарстане. Она пока невелика по объему, но это естественный процесс. Не будем торопиться. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ